Сразу скажу, что мне всегда очень приятно, когда меня приглашает Наталья Григорьевна поучаствовать в таких конференциях. Постараюсь что-то рассказать, такое, что может быть вас хотя бы как-то озадачен. К сожалению, вот ситуация складывается такая, что и я очень долго думал, что же рассказывать, потому что сталкивались с тем, как вы ведете себя и на лекциях, и вообще, как вы относитесь к тому, что вам преподает. Это меня как-то все время все больше и больше огорчает. Посмотрите, сколько у вас смартфонов лежит. Я так понимаю, оторваться от матрицы вы уже никак. Вдруг сейчас вам что-нибудь там придет, кто-нибудь там напишет, как-то там, о, я отлично. Вот примерно так, да? То есть вы уже там погружены и уже никуда. Может быть, об этом я немножко скажу, потому что на самом деле наука занимается очень важными вещами. Не знаю, насколько это вообще можно просто донести. Это должно быть как-то связано с каким-то таким процессом внутреннего осознания. Вот в этом плане я сам не философ, но как-то вот все время приходится к этому обращаться, к этому разделу. Поскольку физика вообще-то работает все время с какими-то такими объектами, которые находятся на грани того, что мы знаем, то поневоле становишься философом. Как-то сейчас нет времени излагать какую-то точку зрения на то, насколько нужна философия. Я, наверное, Наталья Григорьевна вам попыталась объяснить. От одного ведущего нашего философа я слышал такую фразу, что философия нужна для того, чтобы человек стал свободным. Именно философия освобождает человека от какой-то, как в индийской философии называется, кармы. Потому что тогда хотя бы осознаешь, что ты делаешь и зачем делаешь. Вот философия пытается на это быть. Но сейчас разговор пойдет о науке. Ну вот такая заставка, которая как раз говорит о том, зачем нужна наука в таком глубоком понимании. Как вы в себе воспринимаете эту картинку? Как вы думаете, вот особенно экологи, биологи, что же на ней такое изображено? Динозавры. Да, динозавры. Кто знает, чем закончили динозавры свою жизнь? Динозавры. А как они выиграли? Хотя на сегодняшний день существует несколько теорий, но одна, в общем, победила. Динозавры. Да, примерно 65 миллионов лет назад упал астероид или кусок кометы диаметром, по подсчетам, примерно 11 километров, который просто уничтожил почти все живое на Земле. Хотя это не самое такое большое вымирание, было еще 250 миллионов лет назад, так называемое Пермское вымирание. Но тогда не было столь мощных и больших животных, вот как динозавры. Но тогда почти все еще. Причина Пермского вымирания тоже до конца не ясна, тоже есть превалирующая гипотеза, что послужила причиной. Примерно несколько миллионов лет подряд извергались вулканы в нашей Сибири, так называемые сибирские трапы. Ну и вот они погубили все остальное. Из этого можно сделать один только вывод, что неразумная жизнь, она себя обезопасить не может. Понятно, что вот динозавры жили как жили. Если ты не осознаешь этот мир, то над тобой всегда висит дамокло в меч того, что прилетит, астерирует, что-то взорвется. Или вообще что-то такое, о чем мы, может быть, до сих пор даже и не догадываемся. Ведь мы же знаем мир-то очень мало. Вот, во-первых, вопрос такой, а зачем вообще что-то знать? Вот первая картинка как раз она и говорит немножко о том, что вообще-то знать нужно, потому что мы не расщупываем очень на небольшом расстоянии от себя. Вот тут, видите, показан такой лес слабо освещенный, да еще если человек слепой, то понятно. Он, если хотя бы знает, куда идти, щелкает там по своим каким-то меткам, он куда-то может пройти. А на самом деле мы бредем в этом огромном космосе, ну что-то мы видим, но на самом деле мы по большому счету постоянно сталкиваемся с какими-то совершенно новыми вещами, которые как раз и требуется как-то выяснять, что человек знает о мире. Мы, в общем-то, как бредущие через этот темный лес с фонариком, который освещаем только вокруг себя. А дальше что происходит и что оттуда выскочит, мы просто, вообще-то говоря, не очень знаем. Поэтому возникает только вопрос, теперь что узнать или как узнать об этом мире? А вот этот вопрос довольно сложный. И, собственно говоря, университет или там какие-то другие заведения, начиная там с детского сада, собственно говоря, нас и стараются подтолкнуть к этой задаче. Мы должны постоянно что-то узнавать. Мир, в общем-то, к нам совершенно, ну не то, что, наверное, уж совсем безразличен, но, по крайней мере, он к нам зло не относится. Но, как вы понимаете, когда метеорит упал, там, или этот астероид на Землю, там, 65 миллионов лет назад, и уничтожил динозавров, он, я думаю, не имел ничего против них. Он просто упал, и все. Поэтому, если бы тогда были какие-то там, ну не знаю, высшие существа, которые, может быть, знали тогда о Земле, они могли бы, наверное, предотвратить катастрофу. Вот там говорят о всяких богах. Кстати, в индийской философии там есть какое-то такое рассуждение о том, что какой-то там первый Брахма там какой-то прибыл на Землю. Ну, по их, у них там довольно сложная система расчетов, в Ремзии там, юги у них, но юги, там, по разным оценкам, они уже в миллионы лет оцениваются. Поэтому вот этот первый Брахма, если его посчитать, то он где-то 80 миллионов лет, чем там назад появился. Вот почему-то динозавров не спас. Бедняги. Так вот, наша задача, ну хоть как-то сейчас, понять, да, что, в общем-то, нас заставляет хотя бы на первом этапе, ну, искать какие-то ответы на вопросы. Понятно, что наше там, сказать, усердствование о том, что все время вам говорить, ну, вот надо, да, вот выучить там, ну, у кого-то там, не знаю, какие-нибудь сложные биологические там какие-то задачи, у кого-то там, как у нас, там, квантовую механику нужно, или еще что-нибудь, какую-нибудь математику. Математику, кстати, должны знать все. Просто это язык, на котором вообще, как говорили ученые прошлых веков, математика – это тот язык, на котором с нами природа разговаривает. Поэтому, надо же знать, а то оно вам что-нибудь нашепчет, какое-нибудь открытие, а вы не сможете понять. Я приведу только два таких высказывания замечательных, которые как раз были высказаны, ну, по нынешней хронологии, примерно две тысячи лет назад. Ну, может быть, две с половиной тысячи лет, может быть, ближе. Ну, вот два человека, которые наверняка вам известны – Аристотель и Конфуций. Ну, Аристотеля наверняка в философии проходили, это сто процентов. Когда-то за его книги, ну, по, опять же, рассказам, войны совершались. То есть, там, города нападали на другие из-за того, что те, они отдавали какую-то книгу Аристотелю. Ну, а Конфуций, тут довольно сложно сказать, он вроде как бы не совсем и философ, вроде он был каким-то там чиновником, как бы. Ну, вот, как видите, здесь два таких замечательных высказывания. Ну, Конфуций – это действительно такой очень глубокий взгляд на то, чем, собственно говоря, занимается человек, когда пытается что-то познать. И какие способы для этого есть. А вот то, что я сейчас попробую проиллюстрировать и попытаться донести до вас, вообще-то, наверное, с чего начинается действительно исследование, вот Аристотель всегда об этом говорил. Здесь есть некоторое противоречие с тем, с чего я начал, да, что, вообще-то говоря, наука нужна не просто для какого-то там удовлетворения своего любопытства. Был у нас такой замечательный ученый Арцемович, который там говорил, что наука – это способ удовлетворения своего любопытства за счет государства. На самом деле это не совсем так, потому что дело не просто удовлетворение любопытства, а действительно, если вот отвлечься от такой вот повседневности, да, то наука как раз дает те знания, которые должны нам позволить выжить. И чем больше мы будем знать, тем больше надежды, что мы сумеем опередить когда-то природу. Раньше что-то прилетит, вот сейчас мы, к примеру, знаем, да, что астероидов вокруг нас довольно много. Это, кстати, когда я учился, об этом не сильно-то и разглагольствовали, потому что считалось, что это такая редкость, которая на самом деле вроде бы, ну да, там, 5 тысяч лет назад или там 10 тысяч лет назад какой-то там астероид где-то там упал, там, 65 миллионов лет. А это, в общем-то, крайне редкое явление, поэтому даже и закладываться не надо. А вот в начале 90-х годов был запущен спутник американцами СОХА. Это телескоп, который, находясь на орбите Земли, все время смотрел на Солнце. Вернее, он не на орбите Земли, он туда, поближе к Солнцу, находился. И выяснилось, что они-то хотели следить, что происходит на Солнце, но неожиданно выяснили, за короткий промежуток времени, буквально там за несколько лет, они выяснили, что на Солнце падает огромное количество комет и астероидов, которые не видны с Земли просто в телескопы. Это оказалось настолько чудовищным, что, в общем-то, с тех пор все стали заниматься как раз поисками новых астероидов, новых комет. Сейчас создана служба, и две страны просто реализуют программы, попыток, ну, как-то предотвратить, там, столкновение с большими астероидами. Это США и Россия. Больших успехов нету, но хотя бы мы об этом уже задумались. Ну, а чтобы проиллюстрировать, с чего, собственно говоря, начинается исследование, то действительно вот можно удивляться всяким вещам, которые действительно существуют в мире и которые подталкивают вот разум к тому, чтобы понять. Ну, начну с исторического какого-то такого контекста, хотя здесь вроде бы историков нету, но само удивление, я так понимаю, уже несколько тысяч лет вызывает египетские пирамиды. Если вы залезете в интернет, вы увидите, что там действительно есть огромное такое действие вокруг вот этих пирамид, потому что так до сих пор и не совсем ясно, кто их построил. Формально там главную пирамиду называют там пирамидой Хеопса, хотя там нашли всего одну только там запись, которая там говорила, что вот вроде бы там Хеопс, причем это там корявым каким-то почерком, где-то там в этом. Никаких следов там фараона просто нету, ну и так далее. А вот из недавних, да, вот удивление вызывает то, что вот эти вот расположения пирамид в Гизе, они в точности копируют созвездия Ориона. Это вызывает крайнее удивление, и очень много сейчас исследователей верят, что на самом деле вот пирамиды построил кто-то ради того, чтобы вот воссоздать какую-то конфигурацию звезд. Сейчас я не буду об этом говорить. Вот другие примеры, которые, в общем-то, очень часто встречаются на каждом шагу. Вот обратите на очень простой эксперимент, но как он вообще-то сделан, честно сказать, довольно сложно. Но тем не менее, вот существуют простые явления, которые не всегда даже сейчас можно объяснить. Ну, здесь, наверное, это чистый фокус, но тем не менее, он связан с каким-то физическим, оптическим явлением. Ну, вот еще один ролик такой, довольно-таки впечатляющий, это торнадо. Когда люди, наверное, видят это явление, о нем знают уже много, в наших широтах, на нашей территории они случаются крайне редко, в США примерно по тысяче торнадо в год. Ну, из них там десяток очень сильных. Значит, поэтому понятно, там для них это просто жизнь в этом деле. И, конечно, если вы возьмете и почитаете про эти торнадо, вы найдете там совершенно удивительные вещи. Поэтому гидродинамики и разные, так сказать, ученые из разных других областей старательно изучают это явление, чтобы понять, что же оно из себя представляет. Как видите, вот есть такие кадры, совершенно поразительные, которые говорят о том, что же происходит в этом самом торнадо. Ну, есть еще ролики, в которых там машины летают. Есть фотографии, где там, скажем, какие-то щепки просто втыкаются в какие-то страшно плотные предметы. И вот так торчат прямо из стен. Ну, в общем, вы сами понимаете, какая энергетика. И надо бы, конечно, это все понять. Есть более такие простые штуки. Ай-яй-яй, не пошло. Ну, ладно. Давайте другое. Там на том ролике было показано, как дельфины играют такими вот вихрями воздуха. Игра поразительная совершенно. Вот что-то ролик пошел. Это другое. Это скорее для астрономов. Но если вы внимательно видите, да, ролик можете найти в интернете под названием НЛО пьет Солнце. Что это такое, до сих пор непонятно. Хотя, видите, вот 2012 год. И где-то в прошлом году было еще одно такое же событие, только с другой стороны Солнца. Что это такое, так до сих пор и не ясно. Вот, тем не менее, это такое явление, которое очень важно. Для понимания того, что творится на Солнце. Ну, а вот теперь давайте просто перечислим из того, что вот то, что вызывает наше удивление, что же у нас на самом деле являются угрозами. Теми, которые мы точно знаем. Ну, вот тут рисунок приведен, что на самом деле чаще всего мы, собственно, сами для себя большая угроза. И вот таким вот удивительным образом сидим и пилим сук, на котором сидим. Ну, я немножко прокомментирую здесь. Такие замечательные ролики вы можете встретить в интернете в достаточно большом количестве. Это из какого-то, наверное, фильма «Катастрофы» взято. Когда там происходит страшное наводнение, ну, или там волна цунами. Но это, в общем-то, страшилка уже достаточно такая, надоевшая, но тем не менее, она не взята с потолка. Дело в том, что вы, наверное, знаете, да, идет глобальное потепление. Но все, в общем-то, расходятся в том, по каким причинам оно происходит. Все почему-то политики упорствуют, особенно на Западе, что это вот связано с увеличением концентрации углекислого газа и других парниковых газов в атмосфере Земли. Но любой геолог скажет, что человечество здесь ни при чем, потому что, на самом деле, количество вулканов, которые извергаются, там, примерно 300 с чем-то, на Земле постоянно, да плюс те, которые не извергаются, но из них постоянно выходят углекислый газ, сернистые газы и прочее, которые еще более парниковые, они перекрывают все, что делает человечество в этом плане. Поэтому проблемы не в этом. В общем, когда-то я тоже занимался океаном, поэтому в какой-то степени, может быть, я не совсем специалист, но, тем не менее, вот для экологов это более важно, особенно они здесь находятся, что, скорее всего, проблема в том, что у нас слишком засорен океан. Раньше были страшные извержения, но компенсировал все как раз океан. Все лишний углекислый газ поглощался планктоном и выпадал на дни океана. Вот там, вы знаете, меловой период и так далее. Сейчас нет планктона, он просто уничтожен. И поэтому фактически некому компенсировать вот этот выброс углекислого газа, который совершается в окружающем. То есть мы причастны к этому, но это совершенно с другой стороны. И это может породить вот такие страшные штуки. Известный факт, наверное, уж слыхали, про Йолостон. Вообще это гигантский вулкан, супервулкан, действительно, у Кальдера там, по-моему, несколько сотен километров, но он примерно 700 тысяч лет назад взрывался. Сейчас ситуация такая, да, по всяким наблюдениям, это примерно он раз в 700 тысяч лет взрывается. Вот сейчас там какая-то активность есть, и все очень боятся, что он взорвется. Ну, тут показано, в общем-то, довольно сравнительное, незначительное извержение, но всегда очень красочно. Можно найти массу роликов, они вызывают просто такое... Ну, красота, но чудовищная сила, которая копится где-то в земле. Если взорвется там какой-то вулкан, а таких их довольно много, это не только Йолостон. Был там Бора в начале 19 века, после чего несколько лет, был год без лет. Везде было такое сильное похолодание, что, в общем-то, это привело ко всяким нехорошим вещам. Ну, это вот, кстати, Йолостон, там постоянно вот дымит что-то там, какие-то вулканы или прочее, постоянно там извергаются. Ну, это вот еще одна страшилка, приход цунами, если землетрясение бывает, совсем недавнее событие, 2004 год. Совершенно чудовищное цунами в Индонезии и Ель. По подсчетам погибло примерно 250 тысяч человек. Что может быть при взрывах, это, в общем-то, вы сами понимаете. Ну, есть более, казалось бы, мелкие события, но тоже, которые постоянно для нас несут угрозы. Это вот всякие молниевые разряды, которые, к сожалению, тоже сейчас учащаются, видимо, с изменением вот этой температуры атмосферы. Они только начинают приобретать все более и более такой интенсивный характер. Так что к ним относиться просто уже не получается. Хотя раньше на это рассчитывали, что из них можно получать будет энергию. И последние сто лет, наверное, к ним приковано внимание. Хотя, конечно, заниматься этими стали еще в XVIII веке. У нас был Ломоносов, который занимался этим, а друг его, Рихтер, погиб от шаровой молнии. Хотя и сам Ломоносов, видимо, чудом избежал сей участи. Так что вот это тоже можно было бы отнести как раз к изучению тех удивительных явлений, которые как раз и должны быть направлены наука. Ну, а это вот тот самый суд, на который мы сидим. Сами понимаете, что у нас уже накопилось такое количество атомного оружия, что, в общем-то, мы можем теперь запросто уничтожить сами себя. А это вот про наше Солнце. Вот, можете посмотреть, это такой ролик, показывающий, что происходит. Солнце обеспечивает нас жизнью. По-другому сказать нельзя, что это просто источник нашей жизни. Если бы с Солнцем что-то стало, погасло бы, то все. При наших возможностях нынешних мы никуда с нашей планеты деться не сможем. То есть перебраться, скажем, к другой звезде, пока у нас нет возможности. А что будет с Солнцем, мы до конца не знаем. Понятно, наши расчеты показывают, что пока все более-менее спокойно. Никаких серьезных изменений вроде бы нет. Хотя в интернете постоянно проскальзывают какие-то там дикие вопли по поводу того, что то Солнце у нас остывает, то вот сейчас взорвется. Но вспышки на Солнце происходят огромные. Вот при таких вспышках выделяется уже энергия не одной атомной бомбы, а тысяч миллионов атомных бомб одновременно. Поэтому, конечно, энергетика колоссальная. И понятен до сих пор то, что происходит, просто не знаем. Но эта угроза постоянно висит над нами. Ну и метеориты, я о них уже немножко сказал, поэтому здесь, в общем-то, не очень-то имеет смысл добавлять. Ну вот теперь вопрос о том, куда мы свернем. В какое будущее мы верим, туда мы и пойдем. На самом деле, конечно, вот постоянно есть два варианта. Причем, какой выбрать, каждый из нас, к сожалению, не может. Мы бы хотели, да, там, оставить светлое будущее. Но есть такие дяди, которые все время стараются куда-то его переключить в совершенно другое положение. Вот тут угрозы, конечно, самые чудовищные. И, к сожалению, от этого мы никуда не ушли. Советский Союз распался в угоду Западу. И думали, что все, на этом все и закончится. По крайней мере, куда-то уйдет эта страшная, чудовищная беда, связанная с атомным оружием. Но, оказывается, никуда она не делась. И так до сих пор все и висит. Ну вот несколько картинок. Еще одна беда, о которой твердят американцы. Они страшно себя любят пугать. Не дай бог, они накаркают что-нибудь. Особенно себе. Ну, а это вы, наверное, знаете. Замечательный кадр из Терминатора. Это она, значит, вот, которая как раз действительно может оказаться угрозой. Но если только мы создадим действительно себе такого сотрудника, который нас превратит в служащего. Если он сделается умнее нас, ну, тогда нам беда. Понятно, что дальнейшее развитие может оказаться совсем не таким, как мы себе его представляем. Но я думаю, что эта страшилка на самом деле неправильная. Потому что все-таки мы наши роботов создаем все-таки, ну, сколько? Ну, если уж брать там каких-то чудовищ, которые там изобретали в 18 веке, да? Как он? Голем, да? То 200-300 лет. Природа нас, видимо, квестовала все-таки как минимум 3-4 миллиарда лет. Поэтому, наверное, мы все-таки более устойчивы, чем вот эти образования. Ну, да, они там что-то быстро считают. Но жизнь или разум не заключается в том, насколько вы быстро считаете. Что-то есть другое. Что-то в нас вложено свыше. Что-то иное, чего, скорее всего, нам не даст. Перейти в такое состояние. Возможно, мы вообще и сменим себя в форме вообще существования. Об этом писал Циолковский чуть попозже. Ну, если мы все-таки сумеем светлое будущее, то вот дальше так выглядел. Вот сейчас, конечно, этот фильм смотрится очень наивно. И кто-нибудь читал Ефремова «Туманная сандромеды»? Вот, Наталья Григорьевна читала. Ну, может быть, немножко наивно это смотрится. Но вообще Ефремова стоит почитать. И «Час быка» надо почитать. И «Туманная сандромеды» о будущем. И у Стругацких было совершенно замечательное будущее. Кто не читал 22 века? Полный. О, Наталья Григорьевна читала. Вот вы лучше отвлекитесь от своих смартумов и возьмите эти книжки. Эта билетристика, она не заставит вас там думать, уж страшно там напрягаться. Но она хотя бы вам даст представление о том, как человечество вот еще лет 20-30 назад мечтало о своем будущем. Вот подпись к этой картинке, она там скрыта. Я не стал ее показывать, там подпись такая. Какое будущее у нас украли? Потому что вот сейчас очень много всяких скандалов коррупционных. Когда там что-то крадут, там еще что-нибудь. На самом деле это полная ерунда. А вот когда свершился развал Советского Союза, он, наверное, в какой-то степени даже и был неизбежен. Потому что так уж пошла история. Но вот этого сейчас мы лишены. Не знаю, когда мы сможем опять вернуться на этот путь развития. Но можете найти в интернете огромное количество вот всяких таких замечательных картинок о будущем. Есть такой даже сайт с СССР в 2061 год. Значит, вот можно найти там, видите, какие замечательные картинки. А флажки СССР, советские. Но есть картины, которые... Я когда увидел первый раз эту картину, думал, что это какой-то там советский художник нарисовал. На самом деле это американец. У него масса картин, в которых он точно так же вот видел светлое будущее, как и, в общем-то, мы когда-то живя в Советском Союзе. Ну вот еще там замечательные картинки, которые... Ну, мы надеялись, что так будет. А если вы возьмете американские фильмы, в которых там рассказывается о будущем... Очень хороший фильм, кстати, неплохой, наверняка вы смотрели. Пятый элемент. Ну, большинство, наверное, смотрело это. Но вы посмотрите, что там за города и что там за жизнь. Честно сказать, вот когда смотришь на эти картинки и что там творилось, то, да, как у этого пятого элемента сразу возникнет вопрос. А стоило ли спасать эту жуть, которая там творилась? Вот это то, к чему мы должны были стремиться. И вот то знание, которое вы должны получить и умножать, должно было привести вот к этому. Не просто к тому, чтобы там осваивать там луну или еще чего-нибудь. Нет. Жизнь должна была идти совершенно по другому пути. Вот в советской фантастике превалировала тема, что туда-куда-то прилетают наши и начинают спасать чужие цивилизации. Просто так. Вот гибнут очень часто за то, чтобы кого-то спасти там или, так сказать, сделать для них хорошо. У американцев все наоборот. Прилетают и там ды-ды-ды-ды-ды-ды, стреляют. Как вот этот фильм Кэмерона с синими лицами там, как он там назывался? Аватар. Ну вот, различие подходов. К сожалению, вот оно и есть. И даже вопрос о том, насколько мы можем работать с роботами, он может быть поставлен совершенно иначе. Если даже мы сумеем сделать такого умного, почему он должен быть против нас, а не быть партнером? Так что вот это очень важный момент. Ну и теперь несколько слов о том, что делать. Ну вот тут картинки есть. Ну и вы как видите, эта старая картинка, кстати, она взята из советской детской энциклопедии 60-х годов. Вот она там есть. Есть такая совершенно замечательная картинка, а как бы иллюстрация к такому замечательному фильму, который, кстати, недавно показывали, 9 дней одного года. Вспоминали, Баталов там главную роль играет, и вот как раз этот фильм и показывали. Фабула этого фильма очень простая. Это несколько дней из жизни физика, которые занимаются созданием термоядерной реакции. Ну, правда, уже сколько там лет прошло? 60 лет. Ну, с тех пор, в общем-то, человечество не сильно продвинулось в этом направлении. Ну, вот тогда они старательно старались это сделать с таким самопожертвованием, потому что он там куда-то лазил в какие-то там... Я сам знал таких людей, которые вбегали в зал с ядерными реакциями, чтобы что-нибудь там передернуть, какой-нибудь штатив, потому что не защелкивается какая-то там камера. Забегал, дергал, все, выбегал, значит, все, пошло работать. Нет, а эксперимент-то нужно сделать, и всем интересно. Ну, вот так это было. Сейчас я уже не уверен. Да и у американцев были такие люди. Был такой американец сеппского происхождения. Во время проекта атомного Валамагардо он занимался тем, что вручную выяснял критическую массу урага. Вот они просто сближали его, и пока не нашел. Вот он добавлял массу, еще сближал, добавлял массу, и в какой-то момент она пошла. И чтобы не произошел тепловой взрыв, атомного взрыва там быть не могло, но вот такой сильный тепловой взрыв с распылением всего этого радиоактивного урона, он отверткой растащил эти куски, потому что там возникает еще электростатическое сцепление во время термоэдерной реакции. Ну, вот через два месяца он будет. Ну, что-то похожее у нас происходило, потому что вообще никто не знал, как с этим работать. И до сих пор, ну сколько вот у нас реакторы существует? Ну, 50 лет там, 50-60 лет. За это время, конечно, накоплен какой-то материал, но, тем не менее, еще до сих пор очень много чего неясного. Ну, вот что делать? Надо заглянуть как-то вот за границу мира. И прошлые поколения как-то с этим справлялись, старательно. Иногда им, вот как эта картинка, во сне приходило представление. Вот был такой Джорджан Аброна, которого сожгли, ну, правда, скорее всего, не из-за этих его видений. Но, тем не менее, он вот в какой-то степени проложил дорогу к нашему пониманию этого мира. Потому что вот он говорил, что мир населен огромным количеством существ. Бог настолько велик, что он не только занят землей, а вот еще и огромным миром. Ну, а последователи, может быть, не его самого, но той науки, которая тогда создавалась. Вот Галилей, который пострадал. Ну, Исаак Ньютон в этом плане был более благополучен, хотя начало его карьеры тоже было 10 лет. Он провел, собственно говоря, в изгнании, в такой изоляции, из-за такого наезда на него другого ученого. Тоже замечательного Гука. Ну, вот тут я уже не стал писать, но я думал, что физики сидят. Ну, вот эти, может быть, кого-то вы узнаете? Ну, это кто? Это Эйнштейн. А этот? Знаете кто-нибудь? Ну, вот, остальных вы не знаете. Это те ученые, которые создали основу нашего понимания мира в 20 веке. Вот первым был Кланг. Он, собственно говоря, сделал первые шаги в понимании вот Кланга. Потом Борн, потом Эйнштейн, потом вот Шредингер. Это те люди, которые... Здесь можно было бы их заполнить очень много и по каждому что-то рассказывать, но просто нет времени, поэтому я просто привел. И среди наших же есть такие же выдающиеся личности, но я только тоже трех привел, которые должны были вам тоже быть известны. Кто здесь? Это Ломоносов. Менделеев, правильно, химики-то знают. Ну, а это? А это Циолковский, конечно. Это те люди, опять, которые закладывали наше мировоззрение. Что я хотел подчеркнуть-то как раз? Что же делать-то? А делать нужно вот очень часто, ну, переступая через вот такую вот канву жизни, которая всегда, ну, связана с какими-то странностями или сложностями. Практически у всех людей, вот скажем, там, какого-нибудь 16-го, 17-го века жизнь была совсем не сладкой. Там вот я привел Кеплера, который там вынужден был мотаться по всей Европе, а создал основы нашего понимания космонавтики, там, представление, как движется тело в космосе. Были люди, которые испытали в 20-м веке, и, в общем-то, горечь утрат, и, в общем-то, сами жизнь закончили, там, как Вавилов, которые очень много чего сделали в биологии, но поплатились там за, ну, за всякие такие вещи, которые на самом деле могли бы не произойти. Но они шли, тем не менее, вот, не лазили в смартфон, их тогда не было, но были другие какие-то вещи, а старательно пытались что-то сделать. Я не призываю вас все время изучать что-то, книжки. Если вы просто все вызубрите, на самом деле не получится какого-то такого вот нужного восприятия. Что-то должно зацепить вас, то, которое поведет уже в дальнейшем. В общем, разные способы деяний-то есть, и можно по-разному к этому относиться. Старайтесь что-то в этом плане сделать. Ну, и компьютер и смартфон, на самом деле, это же просто инструмент, как и молоток. Из него ничего не выскочит нового. А вот с помощью них можно сделать нечто новое. Можно с помощью молотка гвоздь забить, или там кому-нибудь по балде заехать, а можно и какой-нибудь построить дом или храм. Так что, вот, все будет определяться именно тем, как вы относитесь к своим компьютерам и вообще смартфонам. Дальше, дорога-то большая, нам все равно, ранее или поздно, придется осваивать, как говорил Циолковский, окружающий мир и космос. Деваться некуда. Хотя, скажем так, сбежать с Земли пока не надо, по современным представлениям, до того момента, когда Солнце погаснет, ну, примерно 4 миллиарда лет. Видимо, раньше начнутся какие-то плохие вещи, ну, 2 миллиарда лет, да. Все-таки это достаточно большой срок, чтобы куда-то там сбежать. Но начинать надо сейчас, и без этого, без этого у нас ничего хорошего не выйдет. А вот наши соотечественники, вот, глядят на вас и спрашивают, что ж вы будете делать. Ну, все. Спасибо за внимание. Сейчас, я надеюсь, Наталья Григорьевна вам что-нибудь серьезное расскажет. Вопросы, если есть, пожалуйста. Пока я здесь, да, подумаю. Безопасные ядерные реакции с ториевым реактором, холодным синтезом? Ну, это уж такие и те самые. Про холодный синтез пока в основном только рассуждения и каких-то прямых экспериментов, но, по крайней мере, в доступном изложении нет. А что касается ториевых, там же сложности. Ториевый реактор, его завести сложно. Ну, зато отходов поменьше. Виктор Михайлович, а вы как все-таки думаете, вот, с энергетикой? Насколько атомная энергетика? Ну, мы же вот живем на телепрограмме, да, это вечная старшинка Курьянской области, честно говоря. Ну, вообще, вот, если все-таки немножко знать об этом, да, то уровень радиации на атомной электростанции ниже, чем в окружающей среде. Поэтому в этом плане все нормально. А вот дальше уже есть такая замечательная книжка, может, кто-нибудь захочет прочесть. Она, конечно, в общем-то, достаточно серьезная, там, по теории вероятности. Писал эту Тубану, такой очень известный математик из МГУ. Он писал ее лет, так, 30-40 назад, по теории вероятности. Но у нее там совершенно замечательные главы. Вот он там как раз сравнивал всякие возможности человека. Ну, и там он вычислял какие-то вероятности, что с ним произойдет, неважно. Ну, вот он сравнивал. Ну, вот, скажем, 19-й век начало. Вы думаете, скажем, тогда не было электричества. Но людей, в общем-то, гибло не так мало. Скажем, в той же самой армии, какой-нибудь там, Великобритании, есть статистика, огромное количество погибших от ударов копытом лошади. А энергетика была очень низкая. То есть, ну, одна лошадиная сила. Да, сейчас у нас в машине уже там десятки, иногда и сотни лошадиных сил. Значит, мы концентрируем энергию. Чем более мы концентрируем энергию, с тем большим опасением к ней надо относиться. В этом плане реактор – это очень опасная штука. У нее уже сконцентрирована энергия просто колоссальная. Миллионы лошадиных сил, да. И вот как в Чернобыле. Там до сих пор не ясно, кстати. Но всем уже говорят, да, что вот там кто-то что-то неправильно сделал. На сих пор, на самом деле, много ничего так до сих пор и не ясного, что там произошло и по каким причинам. По крайней мере, те люди, которые на нем работали, они выполняли строгий регламент. А вот там уже какие-то отклонения возникли, уже непонятно с чем связаны. Поэтому, конечно, взрыв на атомной электростанции – это был, вот, пожалуйста, в Японии. А там уже просто опять. Там до сих пор тоже не ясно, что произошло и из-за чего это цунами там возникло. Есть намеки, что японцы вместе с американцами проводили подводные атомные взрывы. Причем после этого там часть американцев заявила о переоблучении на судах. И там целые, говорят, до сих пор идут суды. И чем больше мы будем энергию осваивать, тем больше опасности будет. Помните в этом фильме «Терминатор» там, когда у него там что-то там сломалось, какая-то батарея, он так вот выкинул, и там маленький атомный взрыв произошел. Атомная энергия, она не очень хорошая. По всей видимости, придумают что-то другое. А вот в Китае вовсе устроят атомные электростанции у себя? Во Франции 89% вырабатываются атомными электростанциями. У нас гораздо ниже, гораздо меньше. А китайцы там, да очень просто. Есть такая программа, она доступна в интернете, зайдете, по-моему, «ЭОС» называется. Это, я не знаю, кто выкладывает, то есть какая-то метеорологическая служба, наверное, американская. Скорее всего, они любят все выкладывать в интернет. Там можно посмотреть. Есть у них всякие слои, весь земной шар там. Метеорология всякая, в том числе содержание вредных веществ, там, СО2, угарный газ и прочее. По всему миру. Это кошмар. Вы сразу увидите, что над всем Китаем всегда висит смок. Причем с таким, с такой жуткой концентрацией, что, честно сказать, больше нигде в мире нет. Даже в промышленных городах, там, США, этого нет. Ну, там кое-где есть, но меньше. А у нас только во время пожаров. Вот когда там тайга начинает гореть, появляется... Это история. Вот как история сказывается на поведении всего, так сказать, этого этнокультуры, что ли, там, да? Они же с самого начала, вот, я их, по-моему, так и называют, восточные деспотии. По-моему, такой термин есть в истории. Восточные деспотии. Когда человеку одному, в виде императора, принадлежит всем. И сами его подлинные все. Поэтому он был вот единственным. Так оно как-то у них, так сказать, прокочевало уже и в наше время. Они вроде там себя, как бы, объявляют коммунистами. Но люди там у них пашут по 18-20 часов на заводах. И, так сказать, и в поле там. Ну, вот, это такое отношение к человеку просто. Поставлена задача, они уже дней движутся. А уже не важно, как там, чего. Но, к сожалению, 20-й век преподнес массу таких вариантов поведения. Целых государств. И у нас в какой-то степени это было, но иногда это связано с необходимостью выживания. А иногда это связано с необходимостью или с желанием захватить кого-то, как в Германии. Так что, что здесь скажешь про китайцев? Но народ очень трудолюбивый. Еще вопросы есть? Продолжение следует...